Канал Runenstein 1 представляет Использование матрицы Перед вами матрица на печатной плате цифрового фотоаппарата матрица, про которую вам часто рассказывает Валера Крымский Фотоматрица, матрица или светочувствительная матрица Специализированная аналоговая или цифроаналоговая интегральная микросхема состоящая из светочувствительных элементов фотодиодов Предназначена для преобразования проецированного на нее оптического изображения в аналоговый электрический сигнал и в поток цифровых данных Матрица является основным элементом цифровых фотоаппаратов современных видео и телевизионных камер фотокамер, встроенных в мобильный телефон камер систем видеонаблюдения и многих других устройств Добрый день зрители и подписчики, у меня часто спрашивают какой аппаратуры снимаю, что я вообще использую, где и как В общем я сделаю такой небольшой ролик информационный о технике, с которой я везде бегаю Она брякает, постоянно надо таскать, перекладывать туда-сюда двигать, одно доставать, другое убирать В общем так, вкратце дам сейчас технические характеристики того, что у меня есть и как я этим пользуюсь Это моя основная камера Nikon D3500 Отличный объектив 18 на 55 увеличение Снимает фотографии, можно снять видеосъемку Но по качеству видеосъемки уступает немного той камере на которую снимаю сейчас в основном Это GoPro Zeben Black Edition Если что-то расположено далеко То для таких случаев у меня с собой есть вот такой большой бинокль Olympus 10 на 50 То есть увеличения хватает достаточно Чтобы разглядеть кресты на церквях и шарики под ними Это чехол от камеры GoPro То есть я здесь упаковываю, ношу с собой Достаточно компактно и удобно Следующая деталь Это у меня вот такой вот переносной динамик Я его включаю в церквях Под куполами прокручиваю частотники Прокручиваю классическую музыку И слышно достаточно отлично Это мой планшет iPad На нем я только ковыряюсь в сетях ВКонтакте Быстро посмотреть YouTube Какие-то страницы в интернете Ну, в принципе, за компактность я его очень, так сказать, люблю Это телефоны, которыми я пользуюсь То есть основной для съемок Это у меня Huawei P30 Рядом это мой Samsung A20, по-моему И мой старый iPhone 6 Ну, в общем, так таскаю периодически Что попадется под руку Еще у меня есть вот такая вот мини-камера Вставляется в USB-C подключение То есть я ее вставляю в Huawei И можно снимать все вокруг на 360 градусов Это мое последнее поступление Пришло только сегодня по почте Даже еще пока не распечатал Он не читал инструкции, ничего Это квадрокоптер В Германии у нас называют это дело дрон Это продукция компании DJI То есть самое главное То, что он весит меньше 250 грамм А тут у нас конченные предписания Немецкие достаточно сложные В общем, только из-за этого я его взял И вот такой вот очень компактный Удобный чехол Для того, чтобы это все с собой носить Еще у меня есть вот такая вот сумка В ней лежат приборы для замеров Прибор МЕТ-01 Для замера электромагнитных полей Излучений Это вот такой вот китайский приборчик Для замера частот Компас Достаточно очень необходимая вещь Для проведения исследования В этом чехле лежит разборная лопатка Последний раз у меня были трудности Из-за нее в аэропорту Вены Мне просто прошмонали все шмотки Из-за этой лопаты Попросили открыть и показать Но ничего существенного тут нету Обычная лопата Достаточно компактно складывается И удобно ей откапывать Также я пользуюсь двумя видами рамок Для прохождения территории И поиска мест Выплеска энергетических потоков Из земли Ну а если что-то где-то надо Замерить Измерить По длине, высоте, ширине То я беру с собой Обычную простую рулетку Пятиметровой Я думаю всем вполне Будет достаточно Поделитесь этим видео С близким человеком На этом все Жми колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Пишите комментарии И читайте комментарии Там иногда умные люди Пишут умные вещи Всем добра